Глава третья В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо Он, Тот, о Котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Орданская выходили к нему и крестились от него в Ордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде в покаянии, но, идущий за мною, сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».